Привет, друзья! С вами я, Виталий. И мне хотелось на фоне этого прекрасного вида бассейна рассказать вам историю. Нет, это как бы анекдот. К Екатерине Второй приходят русские купцы и жалуются ей. Екатерина, надо притеснять как-то евреев. Они работают, работают, торгуют, торгуют и конкуренцию создают. А почему, говорит Екатерина, ну мы пьем, говорят купцы русские. Так вы не пейте, говорит Екатерина. А мы не можем, отвечают купцы русские. Так вот, это я говорю к тому, почему я здесь нахожусь и снимаю это видео. Что, вместо того, чтобы находиться вон там, в бассейне купаться, да, на улице прекрасная погода сегодня. Плюс 30, люди отдыхают. А я решил продолжить записывать видеоролик на тему, как полюбить себя. Итак, друзья, продолжим с вами разговор о том, как полюбить себя. Практическая сторона этого дела требует от нас ресурса. Ресурсом это наше время является. Время необходимо уделять для того, чтобы уделить внимание интересам нашей индивидуальности. Она требует именно такого подхода. Внимательного, чуткого, эмпатия. То есть эти качества в вас начнут развиваться. То есть мы начинаем этот вопрос с проявления лучших качеств вашей личности. То есть ваша личность проявляет в вашей собственной индивидуальности те качества, которые в ней не проявлялись, скажем так. И вдруг появилась причина. А причина наша какая? Как полюбить себя? Для чего полюбить себя? Чтобы иметь качественный уровень жизни. Восприятие и так далее. Поэтому мы относимся к нашей индивидуальности очень внимательно, очень чутко. С эмпатией, с поддержкой. Понимая, что она слабая. Что требует туда вкладывать не в ресурсы. Финансы в том числе, безусловно. Здесь определенный бюджет у вас сформируется. Когда вы начнете заниматься индивидуальностью. Поймете, что там есть смысл в этом. А смысл в этом большой. Итак, друзья, вам индивидуальность нужна следующим образом. Для чего? Для того, чтобы она выполняла роль какого-то банка. Какой-то копилки. И скажем, кладовки и так далее. То есть какая-то ассоциация у вас должна быть именно с этим. То есть индивидуальность – это место, в котором ваши результаты хранятся. Это эмоциональные результаты, результаты какого-то времени, дедлайны и так далее, которые вы достигли. Результаты какого-то. И эти все результаты хранятся в вашей индивидуальности. Поэтому вам необходимо быть заинтересованным, замотивированным. С помощью этого мотивируйтесь, самомотивацию производите. Вы должны понимать, что когда вы будете иметь свою индивидуальность, вы будете иметь, соответственно, место, в котором будут храниться эталонные параметры. То есть эталонные параметры, скажем, какие эмоции вы испытывали – это ваши собственные эмоции. Они объективны там. То есть вы можете объективно оценять других эмоций, которые на вас воздействуют, других людей, которые пытаются, чтобы вы приняли какое-то решение. Ну, скажем, в продаже, в рекламе, когда вам рекламируют какой-то товар, вам его со всех сторон рекламируют. Ну, вы можете испытывать какие-то эмоции в тот момент, но вы обращаетесь к своей индивидуальности и оценяете эти эмоции. Спрашиваете себя, а те эмоции, они соответствуют моим интересам или нет? Соответственно, вы примете более разумное, более точное, более правильное решение, которое даст вам эффективный результат. То есть ваша индивидуальность – очень важный параметр. В этот параметр индивидуальности будут складываться ваши эмоции и, в том числе, ваши финансовые результаты. Когда вы хотите спросить себя, на каком уровне вашей индивидуальности находитесь, это очень просто с помощью состояния способности, навыка накопления. То есть накопление ваших реальных денег. Сколько денег вы способны откладывать ежемесячно со своего финансового дохода. То есть вы можете отложить, допустим, 10%. Ежемесячно вы себе написали 10%, высчитали свой доход, получили доход, 10% отложили. И этот доход неприкасаемый. То есть этот доход именно обеспечивает вам ощущение ценности. Ощущение, которое ценность создается, независимость у вас создается. Независимый инструмент у вас появляется. Оценки деятельности собственной личности и окружающих людей в том числе. Итак, друзья, небольшое резюме. Подведем итог. Сегодняшнюю мысль я вам предложил для размышления, для применения в жизни. О том, что мы должны полюбить свою индивидуальность. И на первом этапе нам необходимо определить, какой уровень индивидуальности мы имеем в своем распоряжении. То есть что нам полюбить, чтобы нам не ошибиться в этом непростом деле. И случайно не влюбиться в свою личность. Поэтому, друзья, я предложил вам такой небольшой провести экскурс в свой бюджет, в свою финансовую сторону жизни. Обратите на это внимание, посмотреть, имеется ли у вас способность к накоплению. Откладывайте свои деньги на накопительный счет или какую-то кубышку, свою баночку какую-то. То есть это свойство индивидуальности накопления результата. И поэтому, если у вас имеется такой способность к накоплению, то эта сумма, процент от вашего дохода показывает вам степень вашего участия в жизни своей индивидуальности, скажем так. То есть насколько ваша личность готова делиться со своей индивидуальностью результатами, в общем-то, их совместной деятельности. Поэтому, друзья, благодарю вас за внимание. Подписывайтесь, лайкайте, обращайтесь ко мне с вопросами по личностному росту. Я в этой теме немножко-немножко стараюсь разобраться. Возможно, я могу вам помочь чем-то. И поэтому прощаюсь с вами. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это меня мотивирует. Пока-пока.